как выходят футболисты обеих команд четвертый номер ученица напоминает Фернандо Коуту интересный экипаж картака Фернандо Коуту напоминает, пожалуй, Ренат Сабитов кто-то со злорадским специалом, что Валена Сабитова сегодня будет оправдывать отданный вчера аванс ему что ж, либо будет, либо не будет оправдывать в любом случае поболеть за него и еще за 10 человек, которые на поле за тех, кто на скамейке запасных за тренеров, наверное, стоит потому что команды выстроились я так подозреваю, будут гимны нет, гимнов не нашел и к тому, просто аплодисменты зрителей три мушкетера, правда, не со шпагами, а с камерами расположились наверху над трибунами на крыше один из них оператор Спартак ТВ один оператор футбольного клуба спартак москва ну и сейчас определяться, кто будет начинать с центра кто какие ворота займет ну, решили поменяться я первый тайм буду комментировать вам за воротами спартака да за воротами спартака выбрали спартаковцы выиграли право начинать с центра поля если вы слышите вдруг немецкую речь вокруг не удивляйтесь австрийцев здесь достаточно много буквально я в их гуще спою что-то сланжа меня 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 увидит через две сетки сразу но надо сказать, что сегодня утром был просто умопомрачительный снегопад потом был дождь и неудивительно что пришлось опилкой высыпать какие-то камки места грязные на стадионе но ничего справились про погоду еще поговорим а пока центр поля начал спартак надеюсь последний раз в этом матче а состав команды теница словакия в воротах ну не ворот петр болик номер 26 тут лёлик и болик сегодня будут играть наверное третий номер петр петраж мартин мартин камаре номер 4 роберт пила номер 6 якоб хендришек номер 9 л asleep stefan миру ёл мартин милаш хижич его 14 креатив Али Азиза Ферайра Метро 14 Павел Яковлев Метро 16 Евгений Макеев Станислав Галко, похоже, главный тренер команды Я могу ошибаться, потому что, опять же, на ход руки Не на русском языке, потому что мне достаточно трудно здесь ориентироваться в чужом почве Штрафной удар сейчас Кристиан Майдана будет Выполнять Левой ногой Подача Удар головой Яковлев пытался пробить Майдана же отправляется подавать После этого назову вам состав Спартака Хотя первого номера Саслана Джанаевым я вам уже назвал А второго номера Кристиана Майдана вы уже видели Он уже выполнял сейчас штраф Сейчас угловый Спартак вчера забил дважды Но подавал тогда же Но и здесь опасно удар по воротам Наносил Марик Сухи И еще один угловой Но не дают мне Спартак назвать свой состав Ну и ладно Ну пусть они всю игру не дают В конце концов мы разберемся, кто на поле и кто на какой позиции играет Во всяком случае, вот сейчас в центре всего-навсего один игрок Роман Шишкин Который странно Ну что еще раз Ну что еще раз Яковлев простреливать Нет подачи получилось Не самый лучший мяч Он покинул поле Потому и углового не будет Будет удар от ворот Итак, третий Мартин Штранцель Четвертый Роман Шишкин Шестой Роман Шишкин Десятый Иван Саянко Девятый Ари Четырнадцатый Павел Яковлев Шестнадцатый Евгений Макеев Марик Сухи Семнадцатый И Павел Голошев Двадцать девятый Те, кто может еще выйти на поле Сергей Паршевлюк А то Фодрик Филипп Вазович Сергей Письяков И Мартин Ираник Ватрия команда Мария Гарбер Спокойно сейчас Джанн Так вот, про погоду Жуткий снегопад сегодня был Обрушился на Австрию На высоте где-то около двух тысяч метров Были и вовсе сугробы Знаете, такое Мы Когда поехали сюда на игробы Достаточно рано То есть на протяжении всего пути Шел снег Потом Пошти И Закончился Когда мы Уже приезжали к стадиону И Потом началась подготовка к матчу Учертили заново разметку Вот засыпали Грязь По вратарской площадке Опилками Макеев с мячом Играет на Голошу Голошу с мячом Делал передачу Футболисты Салаватского клуба Берем Сейчас Голошу с мячом Ну вот И Мы Подготовили поле В достаточно хорошем состоянии Вот Мне например Вот сегодняшний полян Нравится гораздо больше Чем танк Который Спартак играл вчера Голошу с мячом Берем Играет на Голошу с мячом Это как раз Джарко Берем на Голошу с мячом Играет на Голошу с мячом Боковую линию С правого фланга Ввиду футболисты Сборные Словакии Сослан Джанайв командует выход Арии в это время роняют Но Сабитов делает передачу Не точно Судья дает свисток Штраф 0 Спартаковцы пробьют На своей половине поля Они Мартин Штранцуль Будет выполнять Спокойно перевел На Марика Сухи Марик Сухи прогрессирует В знании русского языка Было заметно еще Когда Команда летела сюда Старается человек Говорить именно по-русски Прогресс в общем очевиден Да и вот То что опять же Касается снегопада Не до конца Я вам рассказал Просто Здесь вот рядом Речка Про речку Позже Мог выйти один на один Арии Не остановил передачу Майдан Ну Здесь рядом речка Такая горная Течет Нам удалось Тут Заснять несколько кадров На этой речке Мы посмотрели Походили практически По ее бережку По камешкам Буквально через два часа Оператор Спартак ТВ Михаил Симонов Вернулся туда И уже не смог Спуститься К берегу Потому что Уровень воды В реке Поднялся Ну Минимум на полметра Вы можете себе представить За каких-то два часа Шишкин играет головой И длинный вынос От голкипера Словацкой команды Мартин Штранцель Скинул мяч Со слону Джанаеву Штранцель Сухина Шишкина Шишкин очень спокойно Пока во всяком случае Играет Сабитов Какой финт Ринато Саба Бразилец Саенко Играет с Яковлевым Снова Саенко И теперь через Шишкина Ну вот Павел Голшу Надо конечно стараться Не всегда Получается выходить У него В составе Основной команды Больше за Молодежку играет Но вот сейчас Не добежал до передачи Майдана Но здесь наверное Виноват В первую очередь Тающий Мелкий дождик Сейчас Моросит Над ЦАМСом Ветерок тоже неприятный Но Не то как вчера Вчера был уже Ливень к концу игры И не прекращался Он до самого утра А утром прекратился Вместо него пошел снег Наверное вот Снег и начал таять В горах И потому река Так быстро Пополнилась Шишкин По правому краю Голышева нашел Голышев падает Судья не дает свистка Мне тоже показалось Что нарушения правил не было Ну и Павел собственно И быстро поднялся Не устоял на ногах Не устоял на ногах То есть организованно здесь все очень даже неплохо Правда кассов которые продают билеты Ее обойти можно спокойно С разных сторон Просто ни у кого в голову не приходит это сделать Ну не дошли еще до этого Ну наверное кроме Тех кто из России Шишкин Сабитов Макеева Ну и Майдана забрасывает Через Майдан очень много идет игра Правда очень много не точных передач со стороны аргентинца Тем не менее В защите все понятно Как играет Спартак Штранц или Сухи в центре Это не обсуждалось И понятно было Совсем как вчера Когда роль центрального защитника Исполнял Шишуков Справа Шишкин Слева Макеев Роль центральных полузащитников Исполняет Ринат Сабитов Иван Саенко Саенко И Кристиан Майдана Справа в полузащите Голышев Слева Яковлев Вот сейчас Саенко и Майдана Порой меняются местами Саенко вот уходит в центр Майдана На край И наоборот Ну и в нападении Играет Ари Саенко Да Может быть действительно через Ивана получше бы играть Смотрите Вот Шишкин Как вот вчера Паршевлюк Открывался справа Сергей неплохо сыграл Но тем не менее Роман Шишкин сейчас тоже так же подключался Однако до мяча не добежал А сейчас будет вводить мяч из-за бокового Командует врата Словацкой команды Ари здесь Начал обводить соперника в штрафной площади Много чего не удалось Но Постарался во всяком случае Команда Сеница с мячом На своей половине полюши Не знаю как они там могли возить шахтер Даже какое-то непродолжительное время Но может быть они еще себя проявят Не знаю Знаете Вот именно в этом городке Как-то особого интереса Допустим к чемпионату мира По футболу нет Сильного Хотел Была возможность Во всяком случае Какие-то фрагменты По времени Временная возможность Фрагмент матча С частью сборной Парагвай Сегодня посмотреть Парагвай и Словакии кстати Но здесь сказали что этот матч не интересен Потому даже вот По такому поводу Спорт кафе не стали открывать Только к матчу Между сборными Италии и Новой Зеландии Спорт кафе открыли Ну и там собралось Человек 20 Примерно количество Одинаковое и мужчин и женщин было Шишкин сейчас не побежал Мяча не получил Ну а сейчас все эти люди которые были в кафе К концу матча Италии и Новой Зеландии их оказалось уже даже побольше 20 Все стоят рядом со мной Здесь на террасе Подкат Сабитова В официальном матче на желтую карточку Здесь Здесь Просто пожурили И штрафной из центрального круга пробьют Футболисты Словакии Прострельная передача Сослан Джанаев спокойно этот мяч забирает Кому отдавать Саенко очень хорошо открылся Шишкин Снова Саенко Майдана Замедлил атаку И атаки быстро уже не получится Придется выстраиваться но ничего страшного Но Спартак заметно сильнее скажем так И по уровню игроков конечно Наверное почувствовали вчера Вот эти ребята правда они не играли Почувствовали что Играть можно абсолютно с любым соперником Но когда приходишь в Спартак это надо не просто чувствовать Это надо впитывать Заранее И знать об этом заранее Вот и спартаковцы собственно видимо прониклись этим наконец-то Ну и команда Не должна быть каким-то Серьезным препятствием Да импровизированный турнир здесь Хотя сам по себе турниром он не является Просто вот так совпало что Шахтер играл с Синицей Спартак играл с Шахтером Теперь Спартак играет с Синицей Пока в этом импровизированном турнире Спартак идет на первом месте Играв Шахтер 3-1 У Шахтера тоже 3 очка Импровизированных опять же Они обыграли Синицу 2-0 Ну у Шахтера разница 3-3 У Спартака 3-1 Ну и плюс Спартак обыграл Шахтер в личных встречах Вот придумал себе турнир Поставил Спартак на первое место и радуюсь А сейчас в атаке В атаке Словакии были Ринат Сабитов мяч перехватил Отдал Шишкину Майдана Очень долго Оттемнение передачи на Голушеву отдал Голушев приближается к штрафной площади Вот уже не точно на Ари Надеюсь что ох какая передача мимо Макеева Нет, мимо Макеева не получилось Сейчас он спокойно упустит мяч и Все будет в порядке Льюис пытался там Убежать от Евгения Но тот очень здорово поставил корпус По здраве оказался Женя и не пустил Надеюсь что сегодня может появиться снова Ходорев и Азобич Но спартаковцы это здорово приехали сюда всей командой Будут играть не будут играть Всем здесь Командный дух Штрафной Саенко Сильный перевод на Яковлева Павел восстанавливает мяч Передача на Сабитова не точно Теперь Сабитов в отборе на чужой половине поля Здорово Ну дальше продолжение то будет Может быть пробить отсюда Саенко меня услышал Пробил вратарь выронил мяч Ари легко разобрался 1-0 Спартак ведет Замечательно сыграно Сабита, Саенко Вратарь Словацкой команды Сеница Который Выронил мяч перед собой Это Болик И Ари Вообще легко переиграл голкипера В этой ситуации Конечно У Ари Легко все получается На замахе Просто Как-то даже Немного по-пижонски Убирает он игрока И пожалуйста 1-0 Ставь Ставь Москва Убирает Убирает Штранц Хорошо Сыграл Саенко Сделал сильную передачу Туда на край Майдана до мяча не добрался Снова Саенко Голышев Вот он здорово убирает Здесь соперника Ари Немножко задержал Атаку Ну и был спиной к воротам Разобраться не мог Саенко Какой перевод Яковлев скидывает грудью На Голышева Спартаковцы Очень здорово меняются Во всяком случае Сейчас в полузащите Это то что вот я успел По первым 15 минутам Разглядеть Тут Саенко Майдан И Голышев Взаимозаменяемы Очень даже прилично Голышев Сейчас Номинально Игрок Который Справа Начинал В полузащите Матч Сейчас оказался на левом фланге Вместе с Яковлевым Но правый фланг Тоже не поступало Там был Майдана Голышев А Яковлева Павел обработал не лучшим образом мяч Сильные передачи идут у него Паша пока не может с ним исправиться Все напомню Вот в результате медосмотра Оказался он одним из самых выносливых На беговой дорожке Там где Каждую Минуту Скорость дорожки увеличилась на 1 км в час Скорость движения дорожки И надо было естественно ускоряться Человек который на ней По ней бежит Вот 24 минуты Павел продержался Едва ли не дольше всех Вувузелы Здесь одна есть Такая мини Вувузелочка Майдана какой удар Чуть выше ворот Не прижал чуть-чуть мяч Кристиан Так мог попасть Сейчас за воротами Джанаева Дудит один юный болельщик Австрийский В импровизированную Синюю Вувузелу Ему абсолютно все равно Кто играет Для него праздник Вообще футбол в городе А Джанаев этот мяч заберет Кстати вчера На этом поле Хозяева Футболисты ЦАМСа Играли С Ной Штифтом Как раз С командой В городе Расположился Спартак Ну честно говоря Счет я узнать Так и не смог Очевидно люди Которые здесь ходят На футбол Так здорово болеют И так здорово переживают Что на следующий день Друг у друга спрашивают Как сыграли Абсолютно все напитки Разрешены Проблем Никаких нет Буэнки Никто и не думает Ну и потому Наверное и разрешают Саенко Получил по ногам Будет штрафной удар И что Майдана пойдет выполнять Кому-то уговаривает Валерий Карпин Наверное Голышеву Он ближе всех Сослан Джанаев просит воды И Степку Шкрэблин Сейчас ему и принесет Ну что Майдана Или Шишкин Давно мы не видели Как Рома бьет Увидели Но поставил свою пятку Защитник И Рома-то бил Унищенной стенкой Место И вполне могло Получиться Что-то стоящее Может быть и хороший удар Может даже и в девятку Накрыли Что страшного Может быть будет еще возможность Это около 20 минут Сыграно В тайме первым Спартак выигрывает со счетом 1-0 На Ари Ари забил гол Левым флангом Левым флангом А не пить А не пить Просил в офисе Сослан Джанаев Попросил Он воду Для того чтобы смочить Перчатки Для лучшей сцепки Видимо это делают Как-то Один из вратарей Бывших Рассказывал Все это объяснял Не очень хорошо Я запомнил Но запомнил Что водичка Иногда брызгать Перчатки нужно Ари прессингует Вратаря Болик решил Больше не испытывать Судьбу Выбил мяч И загнал в офсайт Своего партнера По команде Льюиса Самоактивно Льюис в составе Сеницы Сухи На Майдану Саенко Шишкин Ну и возвращает мяч назад Спокойно сегодня играет Спартак Абсолютно Шахтер естественно Соперник посильнее Шахтер пытался вчера Какое-то время давить Втором тайме у Спартака Было полное преимущество Шахтер ничего не смог сделать Ну а в первом Во всяком случае По владению мячом Наверное Дончане Превзошли Красно-белых Но тем не менее Спартака после первого тайма Выигрывал И второй тайм выигрывал Майдана Проталкивает мяч на Ари Ари пробрасывает его себе Ну вот здесь вот не удалось Но мяч удалось сохранить Все равно Ари очень здорово Сейчас мяч укрывает корпусом И с ним остается Ни раз и не два Забежал Шишкин За счет партнера Сыграл Ари Сабитов На Яковлева Нет на Макеева Ну удар то будет вообще Сегодня Нет Решили на Саенко Видимо кроме Вани Никто сегодня бить издали не может И не будет Майдана И назад Ну ладно не получилось Попробуем еще один заход Штранцель Пасует на Сабитова Дальше Голушев Уже здесь слева оказался Окончательно запутали Спартаковцы Своих визави Они уже не знают С кем им предстоит играть Может быть этот игрок Через минуту окажется На другом фланге И что же за ним бежать Ну и вот пока они разобрались Надо с этим Этим как-то воспользоваться Макеев Левым флангом Нет атака не получается Через Сабитова Саенко Один был Яковлев Не заметил его Иван Но тем не менее Отдал Майдана Майдана Ну буквально на пять метров Не смог точную передачу отдать Сухий хорошо сыграл Сабитов Подключается Шишкин Видит его Саенко Но отдавать Отдать не получилось А потом Ошибся в передаче Иван И Контратака Словацкая команда Приближается к штрафной площади И Призывает подниматься Судья Словацкого футболиста Тоже скажет Тоже скажет Что его не трогал Марик Сухи Это будет неправдой Дотронулся конечно Но в пределах правил Так решил арбитр Шишкин Не успевает Не успевает Макеев Поздновато стартовал Сразу Джанаев призывает Взять игроков Ну и Спартак приступает к прессингу на чужой половине поля Пожалуйста Подкат от Яковлева Пока Самоотдача все в порядке 1-0 Где-то около 25 минут сыграно Шишкин Ух отличная передача пяткой Дальше что Голышев Саенко Майдана Ари точно на Голышева Голышев в штрафной площади Что будет делать Павел Павел навешивает на другого Павла На Яковлева Яковлев сделал скидку Там Макеев не решился пойти в штрафную Наверное и не его это дело было Сабитов вдалеке от ворота Решил пробить Ренат промахнулся Ну решение похвальное Правильно делал он что-то Еще пасовать Был напротив ворот Решился пробить Когда-нибудь надо бороться со своим недугом Я имею ввиду неточный удар по вороту Сабитов выиграл вверх Выбил мяч с боковую Линию аут Крупно Кристиан Майдана Болист на который возлагал надежды Леонид Фиду Шишкин нашел Штранцлер В центре поля Мартин ищет партнеров Находит Макеева Ну и можно вернуться назад Снова через Штранцлер Спартак контролирует ход встречи Просто Пока очень и очень уверенно Но с другой стороны Ну и собственно Почему должно быть по-другому Сухие Вот Саенко Отправляет в прорыв Шишкина И за боковую Жесткий был подкат Но ничего страшного Сабитов На сухие все правильно Надежно Ну и по-моему дождь совсем прекратился Еще и ветерок Сделали свое дело Поле потихоньку подсыхает И более техничная команда Спартак Без проблем Сейчас владеет преимуществом И мяч катится Ну и газон Я повторюсь В хорошем состоянии Ах Яковлев пробил с левой ноги Все правильно Делал Паша Заслужил аплодисменты Болельщиков Порадовал Хоть их и не очень много Естественно Пока Их и не слышно Мяч свалился с ноги Потому не попал в угол ворот Так было интересно Макеев На штранцле На штранцле Возвращает мяч Джанаеву Сослану Очень спокойный Хладнокровен Как он посмотрел на Славацкого футболиста Сейчас Вообще не по себе Наверное стал Славацкому футболисту Штранцель На сухие Передача на Арии Вне игры Вне игры Да, вчерашняя игра С шахтером Вызвала большой интерес Болельщиков Потому наверное Было гораздо больше Гораздо больше Поклонников Спартака Смотрело встречу Именно вчера Но знаковый матч был Конечно Команду Сеница Знают далеко не все Признаюсь и я не знал Макеев Макеев будет водить мяч Крупно 16 номер В спине Ввел мяч в игру Саенко Спартака Иван сегодня Главенствующую роль На поле Играет в центре Полузащиты Несомненно На сегодняшний день Он основной игрок Спартака Там кому-то нужна помощь Ну шишкин не нарушал правила Кстати искусственное освещение включено Просто из-за Низкой облачности Достаточно серых туч Которые здесь Над Самсом Включили искусственное освещение Но оно такое Смешное Искусственное освещение Конечно у нас бы Такой вариант Просто не прошел Но достаточно светло В любом случае Во всяком случае Если играть не поздно вечером Вот при таком освещении Играть Можно Не торопится Болик Больше получаса Команды сыграли Счет 1-0 в пользу Спартака Вернулся Травмированный футболист в игру А Болик выносит мяч За середину поля Хорошо сыграл Сабитов Саенко Майдана Побыстрее Ари Сабитов И Сухи на шишкину Ну что ж абсолютно другой футбол Сегодня показывает Спартак В отличии от вчерашнего Но во-первых Другой состав Во-вторых Другой соперник И Наверное во-первых Другой соперник Вне игры Ари Свободный пробьют Футболисты Синицы Да, давно, говорят, висят Зависит здесь объявление на стадионе О том, что Состоится матч между такими-то командами То есть люди были готовы Готовы были прийти Готовы были посмотреть эту игру Спартак здесь все произносят без ошибок В отличии от Сеницы Яковлев оказался на правом фланге И Головой Скидывал мяч на Ари Показал арбитр Что Был офсайт, кстати Яковлев-то сыграл по правилам Он не упускал мяч За линию Да, обидно Ари оказался в офсайте Второй раз подряд Ничего страшного Так было неплохо Яковлев поборолся до конца И не ждал его никто на правом фланге Вот Попробую я проследить Командует ли Валерий Карпин Вот этими переменами флангов Либо футболисты сами Все это делают По Продуманному заданию тренеров Ох, как интересно Как же это все происходит Но от мяча тоже нельзя отвлекаться Болик Решил мини-футбольный вариант продемонстрировать Сыграть с защитником Таким образом Каким он сыграл Перекидывая мяч Через спратаковского игрока Но могли и доиграться Так, словаки К счастью для них этого не произошло Слышали вы, наверное, видели Интервью Валерий Георгиевич Карпин После матча с Шахтером Майдана пробил с правой ноги Попадет в автомобиль проезжающий Нет, чуть-чуть не попал Угодил в кусты Так он перекинул мяч Через оградительную сетку Едва не угодил в какой-то автомобиль Явно не российского производства Не всем доволен Валерий Карпин был Чуть позже я напомню Так вот, он недоволен был первыми 20 минутами Когда Шахтер безраздельно владел территориальным преимуществом Недоволен был еще многим Но остался доволен какими-то фрагментами Очевидно теми, когда Спартак забивал мячи Третий этот гол был и вовсе шикарен Были еще хорошие комбинации, после которых не удалось забить Но это было бы несправедливо По отношению к Шахтеру, наверное Такого крупного поражения Шахтер не заслуживал Наверное, недоволен тем, как Спартак пропускал гол Почему не помогли Песьякову Когда он отразил первый удар Дали нанести удар второй Жатсону Ну все, чем недоволен, знает только Валерий Карпин В всяком случае, результатом он обязан быть доволен Ну и пошли разминаться спартаковцы Филипп Азобич Увидеть его на своих экранах По-моему, Ходорев там же Во главе с Оскаром Гарсией Неотъемлемая часть разминки Спартака И напоминаю, не отключайтесь после свистка на перерыв Можете увидеть сюжет Может быть, кто-то еще не успел его посмотреть Он включает Ну, собственно, много чего включает Пребывание Спартака здесь И его игра с Шахтером Еще раз насладитесь забитыми мячами Спартака Ну вот Это все можно будет увидеть в перерыве Напоминаю, что у нас есть чат В котором вы можете говорить о каких-то своих пожеланиях Наш технический директор Игорь Баранов ответит на ваши вопросы Сабитов Штранцель Майдана пропускает мяч Очень остроумно Но Евгений Макеев, по-моему, стартовал поздновато Потому не срослось Аут Штранцель Там Ну, что-то около 10 минут до перерыва Спартак выигрывает по-прежнему 1-0 В начале первого тайма Ари Отличился После дальнего удара Ивана Саенко Усилился ветер Накрапывает слегка дождичек Но Играть приятно, конечно, не как вчера Штранцель Сухие Саенко Ну, искромятного футбола мы не видим, конечно Сейчас в исполнении Спартака Сделали паузу спартаковцы И так неплохо владеет мячом Во всяком случае, контроль мяча в порядке Гол забитый есть Комбинации неплохие были Стараются все Вот как Саенко сейчас заметил Ари И Ари здорово открывался Майтан мяч не сумел остановить Ужаляете Сухие пасуют на Джанаева Сослан на Шишкина, но Роман не сумел подобрать ногу и сейчас игроков надо взять А вот здесь не надо дать бить Пробить все-таки далее, но удар не точно Сослан очень здорово на Майдана Сделал передачу Прямо в ноги Сабитов Ну и налево спокойно надо сыграть Майдана Что-то с техникой аргентинцы не то Штранцель играет головой на Сабитова Голышев Саенко Упал Упал футболист Сеницы Это Мартин Камарик Ари придавил Камарика Видимо посчитал Арбитр что ударил тут в лицо Красную карточку достает Но, знаете, вызывает смех Зачем В товарищеском матче изображать такие муки Да, вот сейчас встает Ему уже не больно Я думаю статус матча товарищеский, наверное Может быть разрешат Спартаку сам остаться В полном составе Валерий Карпин уже руководит Какие сделать перестановки Я не понимаю словацкого игрока На самом деле То что Ари отмахнулся Это один вопрос Но то что надо изображать Вот таких матчах Когда важна игра, а не результат В большей степени Когда надо правильно играть состав Хотя может быть у Сеницы другие задачи В любом случае выиграть у Спартака Это собственно Очень почетно Для любого клуба А уж для такого Ну что ж, Спартак в меньшинстве Испытание Новое Впереди, наверное, будет теперь Яковлев Куртang Куртang Куртаг Вот туда и вынес И за боковой Саслан спокойно Очень спокойно забирает мяч Молодец Ну что ж, немного осталось до перерыва Спартаку надо спокойно Первый тайм доиграть Во втором будут какие-то перестановки Указания от тренеров Пока Павел Яковлев Занял место Единственного выдвинутого нападающего И спокойно Спартаковцы выстроились уже в бронительном редутом Майдана Накрывает там Теперь Сабита в центре поля Ты не дают перейти На свою половину Спартаковцы Несмотря на то, что команда соперника Сейчас играет в большинстве Но может сейчас они почувствуют Какую-то силу Или может вот Сбросит оковую Там Оцепенение Не знаю Трудно сказать В перерыве вас ждет сюжет О вчерашнем матче В первую очередь Ну а потом Во втором Мы поговорим О матче нынешнем Голышев Подбирает мяч Потащил его по своему правому флангу Несколько обманных движений Оставляет Шишкина Шишкин на Майдана Штранцев Спартак атакует В меньшинстве Но так можно и поддержать Мячик Защитники Ну те кто не принимает участие В сегодняшней игре Спартак Уже пошли В раздевалку Уже оно здесь проходит Баженов Шишуков Это мальчики Подающие мячики Есть В отличие от Вчерашнего матча Ну что ж Скоро Свисток арбитра На перерыв Напоминаю Спартак выигрывает Со счетом 1-0 Пока единственный гол Забил Ари Которого удалили Ну и у Словаков Тут разминаются Футболисты Может быть и у них Будут замены В перерыве Яковлев Яковлев Но нет Получится Напоминаю Что у Спартака Могут выйти на поле Еще Паршевлюк Ходорев Азобич Песеков И Ираник Ну вот и завершился Первый тайм Спартак выигрывает Со счетом 1-0 Гол на 15-й минуте Забил Ари Сейчас сюжет О вчерашнем матче Немного пообщаемся В чате Может быть Ну вот и стартовал второй тайм Напомню Спартак в красной форме Ну и я так понимаю Что разрешили Заменить Ари На поле появился Филипп Азобич Вместо него Сейчас еще Попробую разобраться Или нет Все-таки Сабитов здесь поборолся В центре поля Теперь Яковлев Напомню Спартак пока выигрывает У клуба Сеница Сенича Как ее здесь называют А в Австрии Нет Видимо рано Появился Филипп Азобич Не разрешили Заменить Ари А жаль Шишкин Но получил Что прямо в руки Болику Итак Состав Спартака Который выглядит Сейчас На поле Джанаев в воротах В защите В центре Штранца Лесухи Справа Шишкин Слева Макеев В полузащите Сабитов Саенко Майдана Голышев И впереди Один Яковлев Вот так состав Теперь Спартака Выглядит 4-4-1 Теперь у него Спартака Там было 4-5-1 Когда на поле Был Ари Теперь 4-4-1 Напомню Ари и забил Тут единственный Пока гол Приличный Удар Дальний Нанес Иван Саенко Голкипер Неудачно Мяч отбил И Ари Здесь Очень хорошо На замахе Обыграл Голкипер И протолкнул Мяч в ворота Прохладно Все-таки Ветерочек Такой неприятный Ледяной Замерзли Футболисты Бажанов И Шишуков В перерыве Ходили греться И вот сейчас Спартаковские Бразильцы Ипсон Олекс И Велетон С чаем Тоже выходит Из раздевалки Удар Поворот У Спартака Выше Что там Сеницы Составят Сказать Не берусь Были ли Какие-то Замен У Спартака Пока Замен Никаких Не было Напомню Разминались В конце Первого тайма Хударев И Азобич На поле Они пока Не появились Не торопится Никуда Сослан Джанаев Третья минута Второго тайма Спартак Выигрывает В любом случае Большое спасибо Всем кто смотрит Всем кто пишет К нам в чат Мы так Лучше узнаем Во-первых Нашу географию Во-вторых Мы лучше узнаем Как С интернетом Дела Это в каких-то Городах России Не только Ну а вот там Должен быть Арбитр Находился рядом И почему-то Не зафиксировал Достаточно Странная ситуация Тем не менее Спартаковцы Остались с мячом Что там Штранцель Пасует На сухи Штранцель Снова Отписал На маке Саенко Сухи Ну и Спартак Нисколько Не тушуется Того что Играет Десятером Смотрите Продолжает Владеть мячом Саенко Майдана На Голушево Вот здесь Передача Не точная Была Но против Майдана Нарушили Правила Штрафной Удар Вчера Кстати Матч Обслуживал Квалифицированный Арбитр Который Судит Австрийскую Бундеслигу Главный Арбитр Помощник Не знаю Так хорошо Встречу провели Вчерашний Очень четко Вот видите Арбитр Не выдержал И Ари Удалил Было Наверное За что Ситуацию Было Трудно Рассмотреть Спиной Игроки Стояли Но все Таки В товарищеских Матчах Наверное Стоит Этого Избегать Как футболистам Так и судят А так Клуба Сеницам Бежал Очень быстро Седьмой Номер Словацкого Клуба Вышел Он на замену Ричард Хилек Или Хиляк Но бежит Он не как Хиляк Хорошо бежит Очень похож На Владимира Вайса Младшего В всяком случае Со спины И номер Тоже Седьмой Но дальше Далеко Не убежал Удар От ворот Сослан Джанаев Так неспешно Сходил За мячиком 50 минут Команды Сыграли В этом матче Счет 1-0 В пользу Спартака Спартак Напомню Играет С 37 Где-то Минуты Играет В десятером Далем Был Бразилец Ари Ну вот Валерий Карпин Вышел К бровке Какие-то Указания Наверное Дать Не знаю Спартак Очень активно Кстати Начал Второй тайм Несмотря на то Что играет В меньшинстве Ну и повторюсь До Удаления Ари Спартака Была очень хорошая Взаимозаменяемость В полузащите Спартак Так часто Менялись позициями В центре поля Что по-моему Словацкие футболисты Не успевали За ними За этими перемещениями Заменами Переменами И Получалось Очень даже Недурственно Сабитов Делает передачу Саенко Мяч получает Ваня Саенко Мне очень понравился В первом тайме Как он Дирижировал Атаками Команды Ну и конечно Гол в большей степени Сделал он Своим Неприятным Дальним ударом Мяч еще Перед вратарем Так ударился В газон И Это позволило Развести тот отскок И Ари Забил мяч Голышев Неплохо Это будет Желтая карточка Арбитр Решил быть Заметным Сегодня Сейчас подзовет К себе Девятого номера Да Наказываю Хейндерих Получил предупреждение А теперь Шишкин Ведет мяч в игру Сухи Голышев Скидка на Майдан А И Сабитов Едва не получилось Просто великолепно Передача на Яковлева Мог выйти по L1 на 1 Последний момент Защитник Перехватил Эту передачу Рената Сабитова В одно касание Она была еще сделана От этого Еще более ценна Макеев Есть еще одно Нарушение Правила Спокойно Теперь я нахожусь За воротами Словацкого Уголкипера Болика Лелик За воротами Болик Круто Шишкин Теряет мяч Майдана Но он остается у Спартака Шишкин Из-за боковой Теперь Спартаковцы Несмотря на то Что играет в меньшинстве Мячом владеют больше По-моему Так чисто визуально Нет у меня Какой-то Общей картины Происходящего Сабитов Саенко Сабитов Яковлев Нет Здесь Майдана Как-то не очень резко Пошел к мячу И потому Его не получил А Шишкин Спокойно прервал Эту передачу Джанаев Возвращает мяч Роману Что будет делать Роман Шишкин Играет с Майдана А Майдана Пяткой на сухие Несколько передач Неточных Майдан отдал В той ситуации Когда конечно Следовало сыграть Абсолютно четко Будем надеяться Что в дальнейшем Будет избегать Таких вещей А сейчас Нарушение правил Можно было тоже Желтую дать В этой ситуации Судей Раз уж взял Вот такой вот Манеру судейства Даваешь следу Ей до конца Иначе футболист Тебя не поймут Майдана Макеев Прострельная передача Яковлев замыкал Хорош Паша Не забил Но было здорово И аплодисменты От австрийских Кстати зрителей Которые здесь За воротами Расположились Здесь со мной За воротами На площадке На верандочке Около спорткафе Шишкин На Голышева Сухи Иван Саенко Валерий Карпин Чувствует Словацкий Может быть И пробить Отсюда Но видимо Задача Спартаков Не это Выиграть Любой ценой Абсолютно Не нужно Главное Наигрывать Состав А лучше Два Конкурентно Способных Состава Смотрите Как прессингует Сабитов Возле чужой Штрафной Заставляет Выбивать Мяч В аут Майдан Опять Решил Оригинально Сыграть Пяткой Второй раз Уже Не получилось Ух ты Яковлев В каком подкате Его сейчас Тоже удалили Но К счастью Паша Не попал По ногам Да Были бы Неприятности У Словацкого В первую очередь Футболиста Если Павел Яковлев Сейчас попал Задил ему Хотя бы ногу Но в том Чтобы игрок Словацкой команды Свалился Тут И закричал От боли Это понятно Было Когда в первом тайме Такое произошло Ничего не случилось С этим четвертым номером Команды Словакии Мартином Камариком Которым Что-то там Сделал Ари Все нормально На поле Челюсть На месте Синяка Нет никакого Зубы целы Что так кричать Было Штранцель Судью Напугал Тот удалил Ари Джанаев Спартак По-прежнему Больше владеет Мячом Вот уже 12-ая минута Второго тайма И без проблем Спартак Владеет Мячом Контролирует Его атакуют Может быть Сборная Команда Словакии Сеница Отрабатывает Оборонительный Вариант игры Такое же тоже Бывает В контрольных Матчах Именно такой Контрольный Товарищеский Матч Проводится Бардак Сеница Но отрабатывает Оборонительный Вариант Предполный Когда ты Играешь Большинстве Тем не менее Штранцель Саенко Майдана И назад Ну и Перепасовочка Там На своей Половине Поля Процент Владения Мячом И процент Точных Передач Зашкаливает В таких Случаях Но вот Сразу Штранцель Сделал Передачу Неточную Казалось В безобидной Ситуации Ничего Тоже Бывает Поле Все-таки Скользковато Так В перерыве Опять пошел Дожечка Он такой Противненький Сыплет до сих пор Голкипер Сенец Болик Сейчас Пока игра На половине Поля Спартака Разминается Тут Постоянно Делает Какие-то Физические Упражнения Дабы Не замерзнуть Джанаев Пробьет Штрафной Замена Будет У словацкой Команды Кстати Петер Фальдино Сейчас Должен Выйти На поле Заменил Якуша Чарко 19-го номера Джанаев Выносит мяч Едва Или Не на Голышева Здорово Выбил Саслан Теперь Сабитов Против него Правила Нарушена Так игра Разбилась На такие Отрезки Когда Спартак Контролирует Мяч И когда Спартак Мяч Не контролирует В эти Отрезки Обычно Ничего Особенного Не происходит Но вот Очень много Нарушений Прав Штранцель Пошел Зачем-то В обводку Сабитов Опасная Игра Саенко Саенко Нарушили Правила Против Шишкина Ну вот Спартак Савладеют Мячом Как начинают Играть Мелкий Средний Пас В одно Касание Футболисты Австрийской Команды Не справляются И нарушают Правила Не австрийской Словацкой Конечно же Нарушают Правила Пас назад Нельзя Вратарю Брать в руки Но тут В одно Касание Играет И ошибается Ошибается Комарик Вдруг Откуда Не возьмись Маленький Комарик Голышев На Яковлева Вне игры А жаль А жаль Разыграли Неплохо Может быть Не стоило Тут Лужный Замах Делать Голышев Сразу Сразу Сделал Передачу На Яковлева Павел Уже Орвался Но трудно Оценить Когда Не вижу Я Точно Не на линии Я на Сайда Нахожусь Поэтому Оценить Точно Не могу Был ли Яковлев Восстать Но ничего Паша Мне сегодня Тоже Очень нравится Яковлев Настырный Это он Был Всегда У него Частенько Много Не получалось Происходило Такое Но тем Не менее Он старался Старание Не откажешь Парню Сейчас Вроде бы И набирает Форму Говорим На медосмотре Очень хорошие Физические Кондиции Показал Парень Перспективный Будем надеяться Все у него В порядке Будет В плане Удар-поворот Сослан Джанаев Спокойно Мяч в руки Забрал Разминается По-прежнему Филипп Азобич Антон Ходорев Майдан Мог разворачиваться Спокойно Идти вперед Но решил Сыграть Наверняка На Мари Косыхи Штранцель Штранцель Можно бежать Макееву Посчитали Положение Вне игры Будет Саенко Какой Все-таки Зафиксировал Саенко Видимо Было У Макеева Не было Ну Оставил бы Иван Мяч Макеев Женя К тому же Разогнался Очень даже Неплохо И попробуй Останови Такого здорового Парня Но нет Ваня Взял на себя Как это Часто он делал В первом тайме И прозвучал Свисток А Яковлев Очень здорово Из офсайда Выходил Сделал вид Что он не принимает Никакого участия В атаке И даже не хочет Этот мяч видеть Понятно Что Судья не стал Поднимать флаг В этой ситуации 18 минут Второго тайма Спартак Продолжает Уверенно Контролировать Ход встречи Во всяком случае Учитывая Что ведет Со счетом 1-0 По счету Спокойно играет Куда не торопится И нельзя сказать Что Спартак Играет на контратаках Сенеца Играет на контратаках Может быть сейчас Спартак Подустан Что-то изменится Пока Ничего не меняется Этот хилик Снова Совершил рывок Сейчас Еще одна замена Будет у Словацкой команды 13 номер Филипп Луксик Выйдет на поле Отворот пока Тем временем Сослан Джанаев Торопится Спартак Увидим Надо забивать Второй гол А что Так одним Ограничиваться Замен Тем временем И Азобич Готовится Вступить в игру А он Замен Голушева Меняет Ну спасибо Павлу Отыграл Он 65 минут Игры не Испортил В первом тайме Что-то были Даже какие-то моменты Старался Вот крупным планом Павел Уходит в раздевалку Потому как Прохладно Аплодисментов Заслужил Несомненно Но в раздевалку Сразу уходит Ну Не простудится Какой сейчас Какой сейчас Был обзор Просто шикарный Так со слом Выбил мяч И так Летел высоко На фоне гор Было Сумасшедшее зрелище Да Многие из вас В чате писали Там бы пожить Красотичка Какая-то Да Действительно Красота Неописуем Природа здесь Замечательная Погода Отвратительная Во всяком случае Сейчас Комарик Ну вот Какая-то Разумная На первых парах Атака Словацкого клуба И дальше Передача в руки Сослана Джанаева Майдан открывался На фланге Туда Сослан делать Передачи не стал На другой край На Рому Шишкина Тут на Азобича Волшебник из страны Оз Штранцель Макеев Штранцель Майдана Пока все спиной Спиной к чужим воротам И вот наконец На Майдана передача Тот сильно не бежал Ну что ж Постепенно Инициатива Переходит К словацкому клубу Побольше Они стали держать мяч Во всяком случае Преимущество Территориальное Тут середина Второго тайма Яковлев Аут В пользу Спартака Конечно Но и получил Опять видимо Очень серьезную травму Футболист Словацкого клуба Виларш Противоборство С Яковлевым Видимо подкосило Его здоровье И медицинская бригада Справляется на поле Не хочет продолжать игру 17 номер Замена наверняка Требуется А может просто Медицинская бригада Выбежала Зашнуровать ему Бутсы Прохладнее становится Вроде бы Дождь то идет То не идет Мелкий и противный Облака все больше Опускаются ближе к земле А Спартак Водит мяч За боковую Ах Чуть-чуть в окно Не попал Соседнего дома Футболист Словацкого клуба Аут И сейчас вот там Тетенька выглядывает Из этого окна рядом С которым мяч ударился В стену Азобич Тут напряг защитников Мяч все-таки выбили Штранцель Снова в сторону Азобича Делали передачу Ну а что он Свеженький Пусть носится Пусть бегает Конечно В порядке должен быть Шишкин из-за боковой Носоенко Ваня мяч отвоевал Но прилично наборолся Уже и сегодня Наелся 20 минут еще играть Как минимум Штранцель Джанаев Ох как Сослан сыграл Сам же исправил Свою ошибку Яковлев делает Передачу на Азобича Перед ним Один защитник Тот самый Камарик Азобич Проходит его Передача на Шишкина Уже не так опасна Подача Сабитов Сабитов Будет ли удар наносить Слушай Такие эти Австрийские Восклицания Ай Цвай И прочее Ну это австрийцы Никуда от этого Не деться Камарик Ну и даже вратарь Пошел теперь Вперед Болик И вне игры Теперь Спартак Не торопится По-прежнему Разминается Антон Ходорев Минут за 15 Выет на поле В основном Конечно Австрийские болельщики Тут болеют За Мартина Штранцли О Сабитов Тут Извините Сабитов В атаке Передача На Яковлева Паша Попадай Ой как здорово Голевая передача Рената Сабитова И Павел Яковлев Отправляет мяч В угол ворот Соперника 2-0 Спартак Выигрывает Случилось Это На 72-й минуте Ну теперь Можно и Ходорева Выпустить Он уже устал Там рывки делать Но пока Карпин не дает Такого задания Еще Вы видели Здорово сыграл Сабитов Хорошая передача На Яковлева Яковлев защитника Продавил И с левой ноги В самый угол Мяч хоть и свалился Чуть-чуть с ноги Но в сетку ворот Попал На Австрийце Несмотря на более Географическое соседство Со Словакией Может быть на какую-то Более близкую Историческую связь Больше переживает Сегодня за Спартак В составе Спартака Мартин Штранцель Каждое его касание Мяча Австрийцами Как-то приветствуется Как-то они Подсокивают Здесь Поддакивают Кивают Головами За своих Всегда болеют Майдан Потащил мяч Макеев Ну и можно Да, бежать Прямо до углового Флажка Но решил остановиться И поменять Ход атаки Женя Азобич Майдана Подачу надо делать Майдан ее и делает Всяком случае Пытается Аут Не знаю уж кто Мне тут сообщили Что за минуту До того как Яковлев Забил гол Тут у нас в чате Попросили Давайте еще один гол Ну порадуйте нас Ну порадовали Вот видите Все замечательно Все произошло Действительно Спартак радует Игрой вот в этих Двух контрольных матчах Сначала с Шахтером Теперь Вот Синицы То есть два разных Абсолютно два разных матча Абсолютно два разных состава Играли Соперники Разного уровня Но Спартак Выиграл у Шахтера Здесь выигрывает Пока еще игра не закончилась О результате Говорить рано Но Действительно Меня игра Спартака радует Тем более Сейчас он на 35 минуте Остался в меньшинстве Тем не менее Забивает Но вы видите Сейчас на своих экранах Что Ходорев готовится Вступить в игру В это время Сослан Джанаев Выбивает мяч С боковой линии Там что-то было Намеки какие-то На опасность Но опасности Никакой не возник Кого заменит Ходорев Вчера он заменил Ипсен Потому что Ипсен Получил Небольшое повреждение Кого заменить Сегодня Штранцель Выносит мяч В центральный круг И Азобич Обокрал Футболиста Словацкой команды На этот Тот самый Комарик Вдруг откуда Не возьмись Маленький Комарик Штранцель Оживление Сразу Среди Австрийских Болельщиков Падает Саенко Выход 1 на 1 Джанаев Джанаев Выручается Аслан Угловой Будут подавать Футболисты Словацкой команды Единственный Реальный шанс Отличиться Был у футболиста Словацкого клуба Высказывает Там кому-то претензии Сейчас Ренат Сабитов Кто-то упустил Своего игрока Ну Ну и наверное Саенко Не стоило падать В той ситуации Мог он устоять На ногах И не допустить Такого А теперь позволили Еще и головой Пробить Ну не сказать Что два провала Но два Не лучших момента В игре Спартака И замена Меняет Макеева Похожи Нет Не Макеева Кого Может заменить Странцию Чтобы ему Зрители Поаплодировали Нет Макеев Переходит На правый фланг А Шишкин Уходит С поля Роман Всех обманул Но не только Не Спартак ТВ У нас и там Есть камера Мы и там Его поймаем Удар от ворот Шмакеев Переходит На правый фланг Обороны Там теперь сыграет А Ходорев Будет играть Слева Ух как Мяч далеко Опять летел С Аслан Поймал Свою волну И мячи Выносят Только так Очень далеко Выбивает Удар по воротам Ну зачастили С ударами Словацкие футболисты То ли поняли Что терять Уже нечем Уже что-то Надо показать Два раза По 0-2 Это совсем Нехорошо Совсем Не гуд Скажем так Да Ну Очень неприятно Сейчас может Опять момент Случиться У ворот Спартака Но удар Какой-то детский Из-под себя Выковыривал мяч Словацкий футболист Пробил мим ворот Сейчас Болельщики Спартака Требуют Уже чего-то Слишком большого Просит Забить С обитого Третий мяч В трансле Четвертый Ну Зачем же Огорчать Так наших Словацких друзей Пусть их Огорчит Сборная России Во дворочном Цикле Например Джанаев Сыграл На штранцле Штранцельно Джанаево Сухие Есть еще Время Появить Проявить себя Антону Хлодыреву Который на замену Вышел Недавно Напомню Вчера У него Даже возник Момент В игре С Шахтером Передача По-моему Яковлев Тогда Нет Не Яковлев Передача Мы тогда Сделали Входил Жаной Мы сделал Передачу Входил В штрафную Хороший Такой Черпачок От Джанобова Хороший Аслан Джанаев Сейчас Добровато В себе Мяч Как-то Плечом У него Не грудью Получился Потому С ударом Не срослось А так Было Все здорово Макеев Спартак Возвращается В Москву Завтра Понимаю Два дня Возможно Выходных А возможно Просто Тренировок А потом Очередной Сбор В Швеции Норвегии В чувстве Юмора Нашим Зрителям Не откажешь Теперь Они требуют Чтобы еще И Джанаев Забил Гол Давайте Теперь Попросим Клеймёнова Кто там Леонид Федоров Срахтенберг Пусть Забьет Давайте Каждый Будет Заниматься Своим делом Джанаев Сегодня Показ Задачи Исправляется Был Очень Опасный Момент У его Ворот Он Вытащил Мяч После Выхода Один на Один Правило На угловой Надеюсь Что больше Защитники Спартака Не дадут Такую Возможность Для Слава Конечно Усталость Наступает И Несомненно Несомненно Спартаковцев 10 Очень Хорошее Движение Показывает Потому Наверное И выигрывает Штранцель С Ходоревым Сыграл Вот Ходорев Не лучшим Образом Отпасовал И Сухи Теперь Вынужден Просто Выносить А Яковлев Будет Бороться Сухи Комарик Вот Азобич Это давно Я его Не называл Здесь Пытался Вступить В борьбу И не успел За словацким Игроком Теперь Подача Штрафной Даже Удар Головой Но Он Несильный Сильным Получиться Не мог Макеев Там Все Блокировал Азобич Он Теперь Играет Справа В полузащите Справа В защите Теперь Макеев Так Защитники Сейчас Выглядит Так Справа Макеев Слева Ходорев В центре Сухи И Штранцель В полузащите По-прежнему Майдана Сабитов Саенко И Азобич Теперь И в нападении Один Павел Яковлев И очень Мобильно Он там В нападении Играет Я помню Когда Паша Еще Выступал За Молодежную Команду Очень сильный Нападающий Был Просто Очень сильный Передача вперед Там Сухи Разберется Да Вбивает Мяч За боковую Линию Ну и Словакии Не торопятся То ли Чувствуют Что уже Все бесполезно Тут Каких-то 9 минут Осталось Играть То ли Еще По какой Причине То ли Стиль игры У них Такой Неторопливый Яковлев Насчет Интервью После Матча Никакой Предварительной Договоренности Нет Хорошо Вчера Спасибо большое Валерию Георгиевичу Карпину Согласился Проанализировать Ход Вчерашнего Контрольного Матча Ответил На Несколько Вопросов Не Просите Задавать Вопросы По трансферам Дорогие Друзья Все равно Валерий Карпин На этот вопрос Не будет Сейчас Отвечать По разным Причинам В общем Того Что Во первых Сейчас Он Находится На контрольных Матчах И Пока Трудно Что О чем То Говорить Во вторых Собственно Если Об этом Говорить То Конкуренты Не Дремлет Которые Сами Работать Не Хотят И Готовы Перехватить Игроков У Спартака С которыми Спартак Договаривается Поэтому Не Стоит Этого Делать Здесь В Австрии Находится Очень Много Команд Мне Сказали Что Завтра Пять Товарищеских Матчем С Участием Россиян В разных Уголках Австрии Сегодня Вот Игра Одна Положение Вне Игры 8 минут Где-то Осталось Играть Конечно Подустали Спартаковцы Играть В меньшинстве Наверное И нам Хотелось И в первую очередь Тренерскому Штабу Хотелось Играть В полном Составе Вот такая Вот игра В десятером Конечно Тоже Дает Опыт Что Можно Добиваться Успеха Играя В неполном Составе Посмотрите Что творит Майдан Парень Кураж Поймал Начинает Возить Соперника По своей Штрафной Площади Еще Очередная Травма У славацкого Футболиста Какие-то Они Травмобильные Вернули Спартаковцам Мяч Отдали Где-то Семь минут Еще осталось Играть Сабитов Исаенко Не лучшую Здесь двоечку Разыграли В центре поля Ну вот смотрите Ходорев Очень хорошо Включился В игру Отпасовал В одно касание Партнеру Сыграл В отборе На перехвате Макеев А Зобич Можно было Отдать На Филиппа Майдана На Кристиана Майдана Но Зобич Решил сам Мяч потерял Ну и Майдана Бо потерял Может быть Сыграл Как считал Нужным Тренер Подскажет Если что-то Был не так Яковлев Подскать Истелец Паша Красавица Просто Молодчик Ну что ж Второй день подряд Мне нравится Как играет Спартак Хорошую игру Показывает Спартак Два матча Оба матча Меня порадовали В этом Не было Какого-то Серьезного Накала То есть Изначально Было видно Что Спартак Сильнее С Шахтером Была немножко Другая ситуация Там команда Примерно равная Спартак Может быть Немножко посильнее Но такого преимущества Конечно нет Преимущество Было только По счету Да и давно Спартак С Шахтер Не обыгрывали Будь то Товарищеские матчи Будь то Матч В рамках Кубка Первого канала Макеев Как потащил Мяще Шучок В штрафную Вошел Азобич Падает Пенальти Да Айда Филипп Айда Молодец Ну что Саенко Пойдет бить Я бы отдал Азобич Майдана Пойдет бить Я больше чем уверен Я бы Азобич Удал Ну как парень Развернулся В штрафной площади Как заработал В порядке В порядке Ну что Ак кричат Австрицы Штранцель Штранцель Пусть Штранцель Да дайте Сабита Уже пробить Кому нибудь Майдана Все таки Кристиан Майдана Разбегается 3-0 3-0 Ну что ж Молодцы Макеев Азобич Которые Заработали Весь этот момент Отыграли По полной Макеев Тащим Да Азобич Азобич Показал В одну сторону Ушел в другую Получил по ногам И 3-0 Поехали Кристиан Майдана За 4 минуты До финального Свистка Ну вот видите Ну не Сабитов Не Штранцель Как требовали Австрийские Болельщики Хоть Майдана Забил Тоже хорошо Нам это как радо Два матча подряд Спартак забивает По 3 мяча С таким результатом Заканчиваются Два контрольных матча В Австрии Хотя есть еще Время и забить И 4-й Мы не будем против Упадал ветерок И словацкий футболист Упал сейчас Не от ветра Наверное Конечно Там еще и Марик Сухин И бежал Но нарушений В любом случае Не было Техника Чеканил Сейчас мячик С Аслан Джанаев Повторюсь Что попробую Я Кого-нибудь Взять интервью После матча Насколько Оно получится Выбил Джанаев Саенко Нарушение Нарушение В центре поля Быстро Разыграли Словаки Ну сейчас Им уже Совсем тяжело Спасти Игру Уже Не получится Спартак В меньшинстве Забил Больше Чем В равных Составах И не сказать Что это были Какие-то Контратаки Ходорев Ну прокиди Беги Антон Все нормально Жи со скоростью Нет Все Зажался В угол И Более крупный Комарик Его Отмечает С ним Штранцов Через себя Аплодисменты Ну да Австрийские Болельщики Оценили А Павел Яковлев Находит Азобича Тот На Макеева Топорочка Уже Довела До пенальти Саенко Ну Саенко Полеопытный Мячик Просто Подержит Майдана Может Майдана Теперь после Забитого Голу Хоть из пенальти Будет себя чувствовать Более уверенно Саенко Майдана Майдан Просто падает Обрезал всех Своим Вот этим Вот падением Ничего Нарушение Правил Штрафной Удар Две минуты Осталось Еще играть 3-0 Ну что ж Заслуженный Заслуженный результат Повторюсь Спартак был лучше И сегодня И вчера Вот финальный свисток Спартак одерживает победу Я пока не прощаюсь Может быть получится Взять интервью У кого нибудь А вас поздравляю Всех с победой